Ну и мы с вами теперь поговорим о материалах для создания войлока, то с чего все начинается. Ну вы прекрасно знаете, что шерсть есть у разных животных, причем из шерсти многих видов делают шерстяные ткани и шерстяную пряжу. Это ламы, альпаки, викуньи, овцы, козы, собачью шерсть используют, шерсть яков, верблюдов. Но войлок делают, настоящий войлок, только из шерсти овец или на основе шерсти овец. Это вот такое вот удивительное свойство овечьей шерсти. Есть даже, ну войлочники любят рассказывать такую историю, что именно во времена Ноева ковчега, да, в библейские времена, когда ковчег наконец-то в конце потопа остановился, там где были овцы, нашли сваленную шерсть, именно войлок, как войлочный ковер. И после этого люди стали это свойство шерсти использовать. Когда шерсть стригут с овец, овцам это совершенно не вредно, потому что самые старые породы овец сами сбрасывали шерсть сезонно, да, раз в году. Люди стали стричь эту шерсть, чтобы она была чище и качественнее. Вот её состригают, сортируют и потом используют для производства. Когда это производство на больших фабриках, вот такую вот шерсть тюками привозят, её сгружают, промывают, да, то есть есть специальные шерстобитни так называемые, где шерсть промывают в разных составах. На органических, экологичных это всё специальные мягкие составы. Потом шерсть прочесывают несколько раз. Промытую, высушенную шерсть первый раз, когда прочесывают, выглядит всё это неприглядно, но машины для её обработки нужны очень-очень мощные. Потом идёт второе прочесывание. Вот на этой стадии уже получается кордочёс. Я буду вам дальше уже о нём рассказывать подробнее. Это вторая глобальная такая стадия обработки шерсти. То есть это шерсть, которую уже можно применять в работу. Следующий этап идёт ещё одно прочесывание. И уходит куча-куча даже мелкого мусора отсортировывается. Шерсть выравнивается. Остаётся шерсть без отчёса, без мелких фракций. То есть оседает вся пыль под станком. И потом уже следующая стадия. Эта шерсть вытягивается в гребенную ленту. Самые длинные, самые такие качественные волокна. Равномерные, однообразные. Из них получается такая вот толстая гребенная лента. Из гребенной ленты потом уже можно прясть пряжу. Вот она, когда прочесывается, её можно окрашивать, конечно. В фабричных условиях это делается в больших чанах таких. Ну, в общем, сложный химический процесс. Но вот когда эта шерсть прочесана в такую гребенную ленту, дальше она идёт в следующую обработку на пряжу и на ткани. Вообще, овечья шерсть, она очень похожа по структуре на человеческий волос. Вот тут вот на картинке это многократное увеличение. Это электронный микроскоп показывает, что человеческий волос, волосинка, она вот такая же чешуйчатая, как и овечья шерсть. Да, как ёлочные чешуйки такие. Только человеческий волос, он порядка 100 микрон. Да, вот единица измерения. А овечья шерсть самая толстая 45-48 микрон. И то есть вот если посмотреть, как выглядит овечья шерсть, самая грубая, у неё грубые чешуйки, у тонкой более мелкие чешуйки. А вот кашемир и альпака, кашемир это вообще пух, поэтому он тонкий, лёгкий, и чешуйки у него гладенько расположены. И у альпаки чешуйки, они вот плотненько-плотненько прилегают к основанию, да, и поэтому альпачья шерсть не просто не даёт аллергии. У неё нет ланолина, поэтому она гипоаллергенная. Но к тому же она даёт повышенный уровень комфорта, потому что она скользкая и гладкая. И в принципе альпака без овечьей шерсти практически не уваливается в волок. Об этом мы ещё поговорим. То есть вся шерсть, все шерстинки, они действительно очень похожи на человеческие волосы и по составу, да, по микроэлементам. Они абсолютно аналогичны нашим волосам и ногтям. Поэтому когда говорят об аллергии, это неправильно. Есть раздражение, а не аллергия. Ну вот когда шерсть, да, у разных овечек, разных пород, эта шерсть бывает разная по свойствам. Бывает более грубая, бывает более мягкая. Есть много критерий, слов которые описывают качество шерсти. Это длина волокна, это извитость волокна. И есть такое интересное определение, называют это словом танина в русском языке, да. Это как бы не толщина, а, ну, диаметр каждой шерстинки. Есть русская классификация. Некоторые мастера, кстати, называют не танина, а танина. Ну, это уж как бы кому как нравится ударение ставить. Есть российская классификация. От экстра тонкой до очень грубой шерсти. От 14 микрон до 40 микрон. И вот когда в магазинах продают, да, говорят, что экстра тонкая, она самая дорогая, от 14 до 18 микрон. Супер тонкая, от 18 до 21 микрон. Тонкая до 22 микрон. Полу тонкая, она идёт почти до 30 микрон. И вот такая вот табличка вам для памяти, потом это когда-нибудь пригодится в работе, если вы войлоком увлечётесь. Вот основные, да, такие вот моменты, да, которые... Вот самая дорогая на свете и самая тонкая шерсть – это викунья. Это такое маленькое животное, тоже похоже на альпаку, оно из верблюдовых. Это шерсть вообще с тониной до 12 микрон. Тонюсенькая, пушистая, нежная, красивая. Потом идёт альпака. Самые популярные, раскрученные – это мельносы. Уже дальше идёт ангора, кашемир, як, верблюд. Ну, в общем, другие виды. Ну, какие виды шерсти мы используем для войлока? Вот я вам когда говорила, да, после первого грубого прочеса, идёт кордочёс. Вот шерсть, она напоминает, по сути дела, как вату. И вот когда говорят, кордочёс или кордочёсанная шерсть – это не сорт шерсти, не порода какая-то, это именно форма обработки, форм-фактор такой, да. То есть, это вот шерсть, у неё перепутанные волокна, она прочесана, она как ватки, она может быть натуральных цветов, как на предыдущем слайде, и она может быть окрашена совершенно в разные цвета. То есть, кордочёс, раз это стадия обработки шерсти, значит, он может быть совершенно разных пород овец и разных свойств. Он может быть как 12-14 микрон и 18 микрон, так и 40 микрон. И для разных вылочных валеных вещей применяют разный кордочёс. Ну вот для примера, вот эта кордочёсанная шерсть латвийской фабрики Клипенсаули, они работают с шерстью новозеландских и австралийских овец. А что у них хорошо? По микронности это 6,26-28 микрон. То есть, тапки, сумки, шапки можно делать, верхнюю одежду. И у них богатейшая палитра, это просто вот изумительная палитра, шерсть очень бюджетная. Вот в таких вот, как будто бы вот пушистых одеяльцах, когда на фабрике прочесана шерсть, да, вот кордочёс именно, когда дальше уже хотят продавать, да, именно в таком виде. Вот она хранится. Если вот на Клипенсаули это плотные рулоны, то вот эта фотография болгарской фабрики Эко Хобби, они сохраняют кордочёс вот именно вот такой пушистый, объёмный, стараясь его не прессовать сильно, чтобы его можно было легко разделять на слои. Плюс, как бы, вот кордочёс, он может быть сделан из нескольких цветов шерсти, прочесан, это могут быть такие бленды, про бленды мы ещё поговорим с вами, могут быть очень красивые цветовые сочетания, причём к овечьей шерсти могут сюда же добавлены быть какие-то волокна декоративные, шёлк, лён, иногда добавляют вискозу дальше, даже, ну, я не люблю вискозу, поэтому про неё не буду вам особенно рассказывать. То есть, вот может быть такое разнообразие. Следующая после кордочёса стадия – это сливер. Это ещё грубый прочес, да, это ещё не экстра файн. Сливеры бывают точно так же, это не порода овец, это не сорт шерсти, это стадия обработки. В сливере ещё могут встречаться растительные какие-то загрязнения, кусочки травинок, какие-то колючечки. В сливере чаще может попасться иголочка от карды, то есть, всегда надо очень внимательно раскладывая шерсть к этому относиться. Но сливер – это рабочий материал. И вот, к примеру, есть такой материал, как новозеландский сливер. Он совершенно фантастический, он от 19 до 21 микрона. Есть и натуральный, а бывает и окрашенный. То есть, он настолько легко уваливается. Из него можно делать и тонкий, и достаточно плотный войлок. Этот материал не так давно стал доступен, но его просто опытные мастера все обожают. Это новичкам, я считаю, это вообще отличный вариант учиться с ним работать. То есть, это очень-очень благодатный материал. Шерсть сливер выпускают и в России, обрабатывая австралийскую шерсть, австралийских овечек. И вот на троицкой фабрике, допустим, да, прекрасный белый сливер. Он недорого стоит, и можно отлично его использовать. А также в Киргизии, в Казахстане, то есть, из местных овечек дел, из шерсти местных овечек, прочесывают шерсть. Вот до стадии вот этого сливера продают. Она отлично уваливается. Можно делать из нее самые разные вещи, но не самые нежные. Следующий этап обработки шерсти, и мы тоже его отлично можем применять для валяния, это гребенная лента или топс. Вот в англоязычных магазинах это будет называться топс. В принципе, сливер и топс называют еще лулровинг. То есть, вот такой оборот, если потом будете искать в англоязычных магазинах. Но чаще правильное название, это именно топс. Он, это тоже не сорт шерсти, это стадия обработки, да, как кардачос, как сливер, вот следующий, гребенная лента. Он может быть самой разной, разной танины. То есть, шерсть, допустим, самая нежная, мельносовая, будет выглядеть вот точно так же, да, то есть, отличаться только на ощупь. И шерсть достаточно грубая. Тоже она будет вот так же, такой лентой смотана в большие бобины на фабриках, или в меньшие бобинки, или клубочки какие-то. И когда, допустим, вы где-то покупаете, допустим, 200 граммов шерсти, это будет небольшой клубочек. А если будете покупать килограмм, то это уже такая будет солидная матушка, бобинка. Вот, то есть, разный форм-фактор, упаковка разная на разных фабриках. Очень большое цветовое разнообразие. В основном все работают с мельносом. Итальянской фабрике D&G. Но я считаю, достойнейшая альтернатива, это опять-таки магазины как хобби болгарские, это фабрика, то есть, шерсть у них высочайшего качества. Гребенная лента может быть еще и не гладко окрашена, а это могут быть бленды из шерсти разных цветов. Причем они могут быть смешаны совершенно по-разному. Они могут быть, ну, как бы подмешаны немного шерсти других цветов, и получается, как бы, такой вот переходы. А может быть, сразу смешано, допустим, равное количество разных цветов. Когда это прочес идет один раз, это получаются, ну, такие широкие прядки, как полосочки. В зависимости от типов раскладки шерсти, завтра мы с вами об этом поговорим и посмотрим, можно бленды раскладывать, делать из них очень интересные рисунки, очень интересные орнаменты. Можно делать всякие так называемые шерстяные паутинки, то есть, вот бленды для этого работают превосходно. А если прочес сделан второй или третий раз, получается более такое вот меланжевое, да, такое перемешивание шерсти, более мелкие прядочки. Вот тут можно делать интересные твидовые полотна, можно, опять-таки, делать паутинки всякие разные, но, естественно, когда придешь в пряжу, да, это очень красиво играет. Я стала прясть пряжу параллельно вот с войлоком, и это совершенно грандиозное удовольствие, когда ты полностью сам создаешь материал для своей работы. И вот точно так же, как бленды в гребенной ленте, могут быть бленды кордачосов. Я уже говорила о том, что они могут быть смешаны из разных цветов. Вот чем мне нравятся такие бленды в кордачосах на экохобби, потому что Катя, хозяйка, она сама с российским академическим образованием архитектурным, то есть, человек со взглядом художника. Она прекрасно чувствует цвет и создает совершенно неповторимые такие сочетания, очень-очень красивые. А некрасиво сами по себе, вот разложил полосу, вот это уже шедевральное что-то получается. Ну и что еще мы из шерсти используем в Валянии? Не всегда надо покупать шерсть обработанную. Для декора, для эко-меха, для всяких пушистостей, для красивых войлочных фактур применяют шерстяной флис. Это необработанная шерсть овец, это кудряшки, локоны. Флис можно тоже по-разному раскладывать, можно из него делать меха, можно делать какую-то красивую кудрявенькую, похожую на каракуль фактуру. Можно сочетать флис со всякими разными декоративными волокнами, кусочками тканей. То есть, ну, это вот такой элемент войлочного декора. Я из флиса валяю большие ковры, интерьерные объекты. Ну, это, в общем, очень красивые и необычные вещи, и они очень популярны. Ну, вот о шерсти мы поговорили, а теперь о других материалах, которые используются уже для декорирования войлока. Ну, конечно, у вас наверняка дома есть какие-то уже невостребованные кусочки, тонкой шерстяной одежды, тонкие какие-то платья, может быть, шелковые, или блузки, или платочки, а просто лоскутки. Вот у тех, кто шьет, всегда ведь накапливаются лоскутки, и потом они лежат и думают, что вот я применил бы их когда-нибудь, куда-нибудь, но накапливаются. Вот войлок. Все это у вас заберет в себя, потому что приваливается все. И шелк, и шерсть, и хлопок, то есть вот с батистами, ах, какие красивые вещи получаются. То есть все лоскутки, они прекрасно пойдут, и войлочный пейчворк можно делать, и ну на войлок, то есть это все отлично работает. Пряжа. Ну, тут на фотографии пряжи, которую я сама приду, да, чтобы не искать где-то было. Пряжа тоже. Если в этой пряже есть хотя бы половина шерсти по составу, она отлично приваливается и будет создавать вам очень красивые фактуры. Хотя можно, конечно, приваливать и хлопковую пряжу, и шелковую пряжу. Ну, то есть, в общем, даже если у вас есть какие-то обрезочки ниток, какие-то оставшиеся маленькие клубочки, вот это все тоже для войлока отлично подойдет для неповторимого декора. Отдельная тема – это всякие шелковые ленточки, старые сари, да, их продают отдельно, даже вот в магазинах для рукоделия, ленты сари, да, это нарваны полосочками старые сари. А можно где-нибудь на ebay, допустим, купить просто старые сари. Вот они, когда еще даже не спрятаны в нить сари, да, вот эти вот все полосочки, они прекрасно играют в декоре на войлоке. Они, как правило, ярких цветов, надо быть осторожнее, чтобы они не полиняли, но это уже отдельная технологическая тема, но они используются отлично. Волокна шелка. Ну, вот здесь шелк малбери, обычный белый. Есть очень много сортов шелка, я шелк обожаю, очень много с ним работаю, я провожу время от времени вебинары о шелке, ну, как бы спецкурсы, у меня 4 дня спецкурса по шелку. Вот, шелк может быть разных сортов, он может быть натуральных цветов, может быть окрашенный. В силу того, что шелк очень легко красится и натуральными, и кислотными красителями, можно создавать потрясающее сочетание цветов и потом этим шелком декорировать войлок. Ложится он прекрасно на шерсть. Лен. Обожаю лен. Вот здесь лен неокрашенный, да, вот такого цвета натурального, как он есть, бывает еще чуть-чуть посветлее. Волокна лена приваливаются к шерсти очень легко, они создают такой завиток, как дракончиками. Вот на этой фотографии неприваленный лен, да, волокна, просто вот на свету. И вот они когда приваливаются к шерсти, они дают такие очень красивые волны, завиточки. Лен с шерстью дружится идеально. И еще одно волокно, которое вот, ну, сейчас в магазинах для рукоделия есть. По листочку вы видите, что это конопля. Здесь у нас в Канаде легалайз, но и то люди удивляются, что как это вот коноплю можно использовать для валяния. Можно и нужно у этого растения масса полезных свойств, именно полезных, особенно для текстильного творчества. Следующее. Это волокна крапивы. Вот, казалось бы, да, так вот удивительно, крапива. Очень, кстати, похожа по свойствам на волокна конопли крапива, только она помягче и прекрасно тоже приваливается к войлоку. И похожими свойствами обладает стеблевой бамбук, не вискозобамбук, а стеблевой бамбук волокна. И, конечно, надо сказать о том, что используются для валяния волокна хлопком и белые, и окрашенные. Но волокно коротенькое, оно не дает особую такую фактуру, но иногда для рисунков можно использовать. Очень красиво смотрится с войлоком волокна сои и волокна, сделанные из водорослей. Но это уже, как бы, считается, вот с этими волокнами, это работа более высокого уровня, с декоративными волокнами. Я бы не назвала их на сегодняшний день экзотическими. Экзотические – это, наверное, волокна мяты или волокна молочного протеина. То есть, да, вот они тоже есть, их тоже используют для текстильного искусства и в текстильном творчестве. Но вот волокна водорослей, они имеют красивый золотистый оттенок. Ксоя – тоже такое вот, естественно, нежно-желтенькое волокно. Их даже не окрашенные очень-очень хорошо можно применять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok